Можно показать, что страшный белорусский диктатор, опасный человек, что оттуда ничего нельзя прокачать в белорусских трупах. А все надо прокачать, скажем, то ли Nord Stream 1, то ли Nord Stream 2. Вот это хорошие варианты. Захват иностранного самолета на территории Белоруссии, конечно, вызвало большой международный скандал. Хотя, казалось бы, все было организовано в рамках протокола, угроза взрыва самолета. Поэтому, якобы, в связи с возможностями террористического акта, белорусский военный самолет посадил РНР, гражданский его борт, и вот, казалось бы, все в порядке. То, что там на борту оказалось лицо, которое разыскивала белорусская милиция, ну, что ж, как бы, бывает. Поэтому и взяли. На самом деле, конечно, громадное казалось бы событие, потому что, конечно, очень много разговоров в мире по поводу этого. Но как мы будем это рассматривать? Дело в том, что, конечно же, бросаются глаза в Риме. В Риме. А какая у нас в Риме? Ну, раз в Риме, что Владимир Владимирович Путин сейчас, как бы, в очень негативном свете рассматривается в мире. А если он рассматривается в очень негативном мире, значит, надо делать так, чтобы, как бы, не рассматривалось негативно в мире Владимир Владимирович Путин, а какой-то другой человек. Кто, скажем, последний диктатор Европы? Ну, это же понятно. Это же так же понятно, как они там Лукашенко-спортиковым организовали это так называемое покушение на Лукашенко и его фамилию. Лископробный театр, конечно, но, как бы, вот очередной раз Лукашенко там, как бы, своим круглым лицом дурака, как бы, и есть. Думаю, так это и было. Как вы понимаете, так же, вот, то, что ты посадишь гражданский самолет, это, как бы, нелегко. Это длительный процесс подготовки. То, что, как бы, люди думают, что, как бы, летает борт, и кто-то там его останавливает, и все нормально. Нет, 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 нет. Каждая такая вот попытка играть с самолетами, это длительный процесс подготовки. Все подготавливается. Операция, как бы, там, по деталях, как бы, разбирается там это, кто все это устраивает. А это все требует время. Значит, было очень много времени, чтобы готовиться к этой операции, его провести. Не сомневаюсь ни на минуту, что все это, как бы, очередной раз в помощь господина Бортникова, чтобы все это провести. Конечно, вы понимаете, что Россия, помогая Лукашенко делать всякие там дела, преследует свои интересы. А в данном случае было огромное желание сбить критическую волну в сторону Путина и очередной раз подставить последнего диктатора Европы. Это значит Александр Легорьевич Лукашенко. Другое дело, что наш бедный Лукашенко очередной раз на ура приняло предложение, которое мы сделали. Почему? Да потому, что он хочет показывать мощным человекам, которые там какие-то крупные акции проводят, там не боится бороться против всех этих американцев и так далее, и подавить этого, как бы, местного, местного зверя, оппозицию Беларуси и так далее. У него вот крови, он хочет такие акции. Но человек же бегал автоматом по Минску, извините меня. Но, конечно, он хочет такие акции. Ну вот, Бортиком, видите, помог ему, и получилась вот такая интересная, конечно, акция. Но, я еще раз говорю, у России здесь очень много что выиграть. Видите, трубы тоже проходят через Беларусь, а о том многие не знают, со что вообще там борются. Трубы, как бы, через Беларусь ходят, и из Украины эти трубы там есть, конечно. Ну вот, можно показать, что страшный белорусский диктатор, опасный человек, что оттуда ничего нельзя, как бы, прокачать в белорусских трубах. А все надо прокачать, скажем, то ли Нордстрим-1, то ли Нордстрим-2. Вот это хорошие варианты. Как бы, нейтральные воды, Палитийское море. Наши друзья немцы будут получить газ прямо, без всяких там этих последних европейских диктаторов. Какая прекрасная легенда, чтобы закончить строительство Нордстрим-2. А вы еще сомневались, почему это все нужно, когда Центр Европы такой страшный последний европейский диктатор. Так что, причин, почему Россия, как бы, делает это, как бы, все, это, как бы, очевидно. Но, конечно, есть какие-то серьезные вопросы по поводу этого Романа Протасевича. Конечно, молодой человек, ну, не играл он в Нексте какую-то особую роль, он там уже и ушел от этой Нексте. Мы-то знаем, что Некста Телеграмма, а Телеграмма – это ФСБ, как бы, это известно. Как? Что, вы не знаете, что ли, что Телеграмма – это, как бы, ФСБшный такой проект, конечно. Конечно. Поэтому там и Тонал Трамп хотел выступать. А вы же, как бы, не помните, что ли, это там? Что делает Некста в Телеграмме? Ну, хорошо, Протасевич, Роман Протасевич, конечно же, он и теперь не связан особенно с этой Нексте. Но, что важно, важно то, что многие месяцы, уже с начала всех этих белорусских событий, белорусские оппозиционеры, я это, как бы, точно знаю, обжуждали, как бы, вещь, что нельзя ехать через Беларусь. Самолетом тоже. Что это невозможно. Что это воздушное пространство Беларуси, она может делать что угодно, это Беларусь, он может приказать, вот, и сесть этому самолету, где-то какой-то там оппозиционер, захватить, как бы, этот самолет и так далее. Эти разговоры среди белорусских оппозиционеров, как бы, но полгода, больше, как бы, идут обсуждения, что нельзя это делать. И вот неожиданно человек решает, что вот я был в Афинах, там наверняка потахнул, теперь поеду вот прямым рейсом Литву вот через Белоруссию. Но, если мы говорим о том, что, как бы, люди опытные, как бы, занимаются оппозиционной деятельностью, ну, как бы, они продумывают все эти вещи. Куда я еду и зачем? Это выглядит очень странно. Очень странно. Но, в общем-то, так, как выглядели очень странно эти люди, которые хотели там убить этого Лукашенко, якобы, устраивая огромный заговор. Как они там из Америки не решили поехать в Москву? Чтобы их арестовали там? Вот, видите, очень много здесь вопросов. Что это такое вообще было? Почему этот человек решил поехать через Белоруссию? Ну, конечно же, люди свободно делают, что хотят. В данном случае, вот, получилось так, что дали хорошую такую возможность провести очередной спектакль Лукашенко и Бортникову. Конечно, люди спрашивают, ну, как, как, как Александр Легорич не учитывал, как бы, все эти риски, которые там, вот, появляются, проведя вот такую акцию? Ну, не знаю, конечно, он такой человек, что он вот такие дела и делает, конечно. Но потом можно, как бы, еще там, как бы, легенду дать, что, а это не я, это все хитрые западные спецслужбы организовали там, это все, эта ситуация, что вот подставить меня. Но, понятно, что не катит. На этот раз это не была какая-то провокация с той стороны каких-то там западных спецслужб. Все-таки очередной раз просто российская ФСБ решила подставить этого Лукашенко, зная, что он вот любит такие акции. И получилось, что получилось. Конечно же, результатом этой акции будет очередная изоляция режима Лукашенко от Запада. Потому что, конечно же, мы здесь неоднократно орутое это говорили, что есть такая легенда у западных дипломатов, что, ну, лучше этот Лукашенко, чем какой-то ставленник Путина. Поэтому он сидит на этой легенде, этот Лукашенко, и имеет какую-то там возможность в Западе. Конечно, вот такая грубая акция, конечно, резко уменьшивает его, как бы, акции, чтобы уже вообще какую-то получить поддержку от западных режимов. А может быть, как бы, и идея, конечно же, Кремля и Путина, и было то, что вот именно этого и добиться. Но не суть важна. Мы видим, что, конечно же, режим Лукашенко сам себя уничтожает. Слава Богу!